Эта парилка расположена на базе отдыха Азамат. В Джитуугусском районе работает, несмотря на запреты туристической и экологической милиции и возмущения отдыхающих. На двери написан номер телефона для связи в любое время суток. Наши коллеги по телефону связались с работниками бани, которые сказали, что заказать парилку можно в любое время. Главное – сказать, сколько будет человек. Однако перед камерой все наоборот. Баня уже не работает, а кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью тоже не знают. Сауна не работает. Мы давно ее закрыли. Она стояла без дела. Кто начал ее топить и принимать посетителей, не знаю. Будем тоже выяснять. Отдыхающие на Иссыкуле неоднократно жаловались на передвижные сауны и бани, которые работают в непосредственной близи озера Иссыкуль. Дым и копоть разносятся по всей округе. Кроме того, залу высыпают прямо на песок, что нарушает все нормы экологии. Мы сюда приезжаем с детьми с инвалидностью на отдых. И каждый год мы видим эти сауны. Я сама не раз обращалась с письмом. Но мне всегда местная администрация отвечает, что они эти сауны убирают. Но каждый год вот эта картина повторяется. И здесь, честно говоря, они нарушают вообще нормы. Экологию нарушают, покой наш нарушает. Потому что вечерами всегда громкая музыка, пьяные мужчины. И в принципе нам всегда неприятно это видеть. В ходе рейда на Иссыкуль сотрудники туристической экологической милиции выявили бани в нескольких пансионатах. Сточные воды отправлялись прямиком в озеро Иссыкуль. На территории пляжной зоны запрещается возводить бани и сауны, в том числе на воде. В результате рейда в данном районе установлена работа трех парилок. Нарушены все экологические нормы. Зола высыпается прямо на песок. Дым и гарь разносятся на всю округу. Чистота в этой зоне не соответствует требованиям. Сауны были демонтированы. Хозяева будут нести ответственность. Владельцев пансионатов обязали следить за соблюдением чистоты, установить уборные и урны. Со всеми владельцами пансионатов, домов отдыха была проведена беседа. Они должны оборудовать пляжи, установить дополнительно урны, туалеты, соблюдать за своевременным вывозом мусора. Чистота и соблюдение экологических норм должны быть в приоритете. Если этого нет, последуют штрафы. Одним из главных источников загрязнения озера и территории Иссыкуля являются города и населенные пункты, расположенные в прибрежной зоне и по берегам рек. Напомним, из-за складывающейся неблагоприятной экологической обстановки на территории Иссыкульской области, президент Садыр Джапаров с января 2023 года запретил в Иссыкульской области функционировать пансионатом, не имеющим очистные сооружения. Надежда Усова, Уланды Камбаев, Чингыс Джумагулов, Аллато 24.